Ну, наверное, первый вопрос. Как коллектив уже полностью оправился от предыдущего тура? Ну, наверное, это пока что только игра. Так что завтра мы вылетаем в Томск и увидим, оправились или нет. То, что удар-то был приличный, это да, и по психологии, и так. Неприятно, но все по делу. Как-то по-особенному готовитесь к вылету? Ну, вносим оправки, потому что игра дала много информации, причем абсолютно разные. И мы задействовали игроков, которых давно не задействовали. Кто-то понравился, кто-то просто провалил игру. Поэтому будут определенные изменения, потому что счет на табло требует этих изменений. И мы обязательно в этом матче и будем. Обязательно будут. Сергей Александрович, а какие-то собственные методы психологической разгрузки игроков после такого крупного поражения у вас существуют? Вы знаете, кому-то нужна разгрузка, а кому-то нагрузка. Поэтому тут вопрос такой. Слово «разгрузка» не подходит. Может, нужна и нагрузка не только главному тренеру, который слышит и увидит эту трибуну. Хотя, спасибо болельщику за поддержку. У нас действительно стоящие одесс-команды. И когда она выиграет, и когда что-то неудачное. Это, кстати, мое первое поражение в Туле за вытастью, моя работа здесь. Но оно такое было ощутимое. Хотя мы столько делаем результатных ошибок, что для команды этого уровня не позволит. Травму в матче с «Зенитом» получил Андрей Горбанец. И за время после начала чемпионата это уже третья травма игроков после Шевченко, Берхамова. Понятно, что травмы у всех игроков разные. Но может быть, есть какая-то общая природа у всех этих травм? Я думаю, и есть. И «Зениток» у нас еще ряд игроков, которые даже и в треночном процессе. Я думаю, что то напряжение, с которым нам приходится играть, в пример леги, оно требует колоссальной отдачи. И этого не было. Откровенно говорю, в том, где нам хватало запаса прочности сегодня не хватает. И каждая игра, это именно то напряжение колоссальное. Поэтому оно дает вот этот эффект. И еще, наверное, такой вопрос традиционный уже касаемо игроков, которые пополняют заявку. Когда можно рассчитывать на то, что Илья Максимов появится в составе и будет полноценный игрок? Максимов и Бурмейстов работают уже и в группе дополнительно. Они в поездку в эту не едут. Но у них двухразвый режим работы здесь. Они и сегодня жутом работали. Сейчас будут работать с группой. Ряд упражнений они уже выполняют. Пока мы убрали и наборство. И я очень рассчитан на эту пару. Потому что это практически группа атаки. И как только они появятся, у нас совсем другая атака. Это однозначно. Спасибо большое.